Последние летние выходные порадовали горожан прекрасной погодой, которая способствовала прогулкам на свежем воздухе. Тем более, что можно было совместить приятное с полезным. В одной из зеленых зон города Гендрарии прошел экологический фестиваль «Чаще». Главная цель фестиваля – привлечь внимание к проблемам сохранения лесов. Организаторы рассказали посетителям про лесное дело, растительный мир, а также изготовили деревянные скульптуры для гендропарка. Для участников фестиваля в этот день было организовано 14 локаций. И первый из них – велошреддер, размельчитель пластиковых крышек. Сделан он из обычного велосипеда. А основным событием фестиваля стал субботник – конкурс по сбору мусора. Сейчас отправились на уборку мусора порядка 24 или 25 команд, по 4 человека. Они сейчас разбрелись под гендропарку, убирают мусор, у них 40 минут. То есть они должны это быстро делать, активно найти действительно много мусора, взвесить. Кто больше всех соберет, тот будет победителем. Три команды победителя. На финише настроение у всех было хорошее. Во-первых, не так уж много мусора нашлось, и это радует. Ну а то, что успели собрать, тоже оказалось значительным вкладом по наведению чистоты в парке. Еще одной важной локацией фестиваля стала зона добровольных лесных пожарных, где в доступной форме рассказывали о причинах возгорания. Вот как раз мы на этой точке рассказываем об этом. Ну и, соответственно, популяризируем наше движение, пытаемся найти новых волонтеров, пытаемся рассказать, показываем фильмы, как мы работаем, где мы работаем. Работаем мы не только по Новосибирской области, а по всей России. Ну и, соответственно, для детей у нас есть мультики противопожарные, смешарики. У нас есть какие-то тир, в которые они могут поиграть, соответственно. Ну и, соответственно, мы с детьми работаем, потому что вырастить новое поколение, для которого сжечь леса не будет нормой, это наша самая главная задача. На фестивале прошел конкурс деревянных скульптур, которые станут украшением дендропарка. А также были проведены различные мастер-классы и просветительские лекции о лесе для детей. Как сегодня может современный ребенок защищать лес? Как он может его исследовать, фотографировать, изучать животных, предотвращать пожары? Маленькие слушатели усвоили рассказанную информацию и суть фестиваля. Мне кажется, он нужен для защиты экологии природы, чтобы было чисто в лесу. Ну, я выкидываю мусор, нигде попало, а нахожу мусорку там или оставляю до дома. Надеемся, что в следующий раз желающих принять участие в летнем экологическом фестивале чаще будет больше. И он станет традиционным общегородским мероприятием.